Христос воскрес! Мир всем, дорогие мои! Сегодня день памяти Сителю Николая, чудотворца, архиепископа Мирликийских. С утра прилетают эти вот картинки, всякие смайлики, всякие поздравления такие вот. Но никто не задумывается о сути праздника. О сути данного святого. Мы все живем в мороке. Нас приучили к обрядоведению. Нас отучили от простой веры во Христа, во Святую Троицу, святых угодников. Нам подменили суть их подвига. Вот многие ведь уже даже забыли, что на соборе святитель Николай ударил еретика Ария по лицу. За что был наказан, но его оправдали в скорости, отпустили. И мало кто знает, что святитель Спиридон Тремифунский с острова Корфу сжег 600 еретиков, которые оскорбнили своим посещением святой остров. Хотя и полно информации в интернете. Пожалуйста, посмотрите. И почему святые угодники должны нам помогать? Почему Святая Троица должна нам помогать? Матрона Московская, Пресвятая Богородица, Владычца наша. Почему они должны помогать нам? Ведь мы люди, предавшие, вспомнилась поп, да, прах отцов поправших. Мы же с вами люди, предавшие их, предавшие веру отцов. Мы недостойны того, чтобы нам помогали. В этом и суть праздника, суть православной жизни нашей на земле русской. Поэтому я акцентирую ваше внимание на этом. Я напоминаю вам, вы грамотные, воцерковленные. Закончили церковно-приходскую школу, закончили кружки всякие при наших храмах, захваченных в очередной раз еретиками, богоборцами. Вы знаете Писание, вы читали Евангелие, может быть, и не раз. Я вам напоминаю, не занимайтесь обрядоведением, не дайте себя из себя делать идиота, в котором состоянии мы и живем сейчас. Поэтому святые угодники помогать нам не только не должны. Мы омерзительны в лицеях. Почему? А потому что мы безразличны к своей семье, к своей вере, к своим храмам, которые ни в чем не виноваты. Это стены, которые захватили из подваль, из наших же людей, наших друзей. Вот у меня много друзей священников, архиереев, ни одного из них нет верующего. Все оставили веру, все оставили свои, которые они давали, когда их в декана, обещания. Обещания, да? Ни одного нет человека. Это очень грустно и печально. Учителя сейчас, значит, будут, так сказать, биться за право, чтобы, так сказать, войти в ЧОПы. Они уже бились за право, за первые места в помощи. То, что грядет в 2024 году очередной раз. Кто из них лучше всего, бойчей всего, справится. Обычно это в спортивных залах бывает. Теперь они будут биться за то, чтобы, так сказать, эвакуировать ваших детей. Они должны заплатить деньги. Они должны пройти окулиста, терапевта, психиатра и гинеколога. Получить справку, одеть черную форму с надписью ЧОП-охрана. Вести ваших детей в тайное место, так сказать, официально это я вам говорю. И потом, когда их будут, с ними будут разбираться, они скажут, мы не при делах, мы не понимаем. Это то же самое, что вот сегодня вы празднуете День святителя Николая. Вы не понимаете вообще, о чем речь. Я просто удивляюсь вас, ребята. Понимаете как? И вот когда они будут у психиатра, они скажут, зачем вам это надо? Ну вот когда вот кто, так сказать, занимается, кто охотает, у кого-то ходит, ружье имеет какое-нибудь. Всех раз в пять лет надо проходить опять идентификацию. И психиатр скажет, зачем тебе это надо? И вот ты что-то там выдумываешь, или там у тебя охотник ты, или еще какие-то там причины. И вот когда у этой же, у этой учительницы, хотя это, конечно, не учительница. У меня мама учительница была, Тамара Вакуумна, математики. Вот тогда были учителя. Спросят, зачем вам это надо? И она скажет, ну деньги, деньги нужны. Все. Деньги нужны, скажет. Или когда она сядет в гинекологическое кресло, извиняюсь, и раздвинет причинное место. Куда ты идешь? Зачем ты идешь, женщина? Что ты делаешь? Что с тобой будет? Что будет с твоей семьей, когда люди проснутся? И покажут, придут к тебе домой. И скажут, она эвакуировала наш класс. Мне очень жаль. Мне очень жаль. Поэтому я поздравляю вас, дорогие мои. Священники, которые призывают тому, что не должны призывать. Представляете, все 14 тысяч священников, которые у нас есть по штату, можете написать. Они призывают ко всем этим мероприятиям четыре всадника апокалипсиса. Первые там, что у нас, чума, голод, война и антихрист. И ко всем четырем они призывают. Мне страшно за них. Мне страшно за их семьи, за их будущее. Что будет с их семьями, с их близкими, когда народ проснется от Марокко. Или эти безумные архиереи, построившие себе там пятиэтажные коттеджи. Это, так сказать, живут в роскоши. Куда вы это все возьмете? Что вы с этим всем будете делать? Когда люди проснутся? Вроде академию заканчивали. Может быть, там, конечно, заочно. Мне страшно. Поэтому святитель Николай очень яркий. Один из самых ярких, один из самых любимых святых на нашей земле. Хотя он у нас никогда не был. Но мы очень почитаем его. Почему? Потому что житие известно. Но он нам близок. Он нам понятен. Но он прост. Он быстр на помощь. Все это так. Но не про нашу честь. Пока так. Но есть одно утешение. Понимание – это уже полпобеды. Я желаю вам хотя бы этого. Будем жить. Помогай Господь вам, мои дорогие. Ваш Евгений Лопатин.